Друзья, в этом видео разыгрывается три приза по тысяче игрового золота. Все, что нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше, это поставить лайк этому видео, подписаться на канал и написать один комментарий по поводу данного боя, и в конце указать свой игровой никнейм. А вот победители из предыдущего видео. Приветствую всех, друзья. Время 6 утра у меня, когда я записываю этот видос. Все почему? Все потому, что началось начисление ГКшных танчиков с последней кампанией. По-моему, Эпоха Возрождения она называется. Да, Эпоха Возрождения, и уже можно выбрать танчики, выбрать призы. У меня не хватало только одного танка, и я его получил. Собственно, хотел бы в этом видосе рассказать про него немножко. Ну, такие буквально первые впечатления, потому что многие проснутся и такие, а что брать? А брать ли мне этот Карл Де Комбинатементо 4? Или мне лучше взять 907-го, или ВК-7201, например. Например, как раз это видео для таких ребят, ну и для тех, кто вообще в целом, допустим, на следующей глобальной карте планирует играть и там фармить танчик. Что это за танк, имба не имба, как против него, допустим, действовать и так далее и тому подобное. Собственно, сначала немножко ангарная часть, потом покажу неплохой боек. Ну, я сыграл на нем только три боя. Один был плохой, прямо очень плохой, меня там в пароле все били, две прожетки. Второй, ну, один был такой средненький на 4К, и второй вот более-менее интересный, на мастероса все дела. Вот. Для начала скажу, что это средний танк Италии, но он отличается от прожета-65, играется по-другому, хотя экипаж сюда сажается прекрасно, то есть без каких-либо проблем. Но играется данный аппаратик по-другому. Все потому, что отличается у него сильно пушка. Здесь четыре снаряда, вот так вот давай сделаем. Четыре снаряда по 400 альфы, то есть практически какого-то там у 50 Б, у Т-57 Хэви и прочее. Базовые снаряды ББшки с плохим пробитием 248 голда под калибер и с неплохим 320. Но по ощущениям, по ощущениям, сейчас мы это посмотрим. Ну нет, у меня просто складывалось ощущение, что сильно бронепробитие теряется с расстоянием, но на самом деле он на 500 метров всего лишь 290. Ну, не сильно бронепробитие теряется, не так сильно, как я думал. Вот АББшек, наверное, практически вообще не теряется. 248-238, 10 миллиметров. В общем, я играл на подкалиберах, собственно, это ГКшный танк, на нем играют статисты, поэтому, я думаю, у многих это будет набор стандартный. Поставил вентиль, боновый стаб и турбонагнетатель. Причем, я думаю, турбонагнетатель довольно полезный модуль для этого танка, потому что у него хорошая мобильность, где вот мобильность, но при этом максималка там 55, да, то есть он ее спокойно набирает, и вот еще дополнительные 5 километров в час очень даже пригождаются. И 3 километра назад, то есть назад он вообще катается 26. Турбонагнетатель довольно полезная вещь, да, и к тому же особо ставить-то и нечего. Там какие-то механизмы поворота не имеют смысла, наверное. Потом, ну что еще? Ну, оптику можно поставить, но и так обзор можно раскачать и без оптики достаточно хороший. Приводы какие-нибудь или модуль на точность, возможно, модуль на точность стоит поставить, да, еще сделать там прицел чуть-чуть получше, но опять-таки он будет плюс, ну, минус 5% всего давать, а не минус 7%. Поэтому, ну, не знаю, не знаю, я пока что склоняюсь больше к турбонагнетателю, то есть поставил так изначально, и мне прям понравилось. Собственно, по пушке у нас, ну, механика дозарядки стандартная, итальянская, последний снаряд заряжается 13,7, предпоследний 12, дальше 10,3 и 8,6. То есть если по одному стрелять по 400 урона, то перезарядка будет 8,6, что, в принципе, для таких танчиков не очень плохо. Давай, допустим, я сюда вот переведу экипаж, у нас тут получается последний снаряд, заряжается 8,8, но это понятное дело, что у меня здесь стоит обычный вентиль и без инструкции на вентиль. Но здесь альфа 360, а там 400. То есть ДПМчик на вот этом каро поинтереснее. Ну, это чувствуется. На самом деле, что здесь больше ДПМа, но также есть проблема, что между выстрелами, между выстрелами перезарядка здесь 4 секунды, то есть барабан разряжать вы будете достаточно долго. То есть 4 снаряда в магазине и между выстрелами 4. То есть барабан вы разряжаете, стреляете, перезарядка, стреляете, перезарядка, стреляете, перезарядка. Короче, 3 перезарядки между выстрелами, это 12 секунд. Вот, время сведения тоже 2,5,7 не самое жирное. Точность 0,33 в целом нормальная. Это что касается ангарной части. Короче, если вот коротко обрисовать танк, хорошая мобильность, прям очень такой вверткий, прикольный. Долгая КД между выстрелами. При этом, ну, сам барабан неплохой. То есть единственное, что его прям вот портит, по ощущениям, это долгая перезарядка между выстрелами. Это, видимо, особенность такого танка. То есть у тебя получше ДПМ, если ты будешь по одной стрелять. Но при этом весь барабан тебе разрядить немного сложнее. По броне особо, если честно, не почувствовал. Давай сделаем вот так вот и посмотрим эффективность использования брони. Я даже вообще толком ничего не танканул на нем. Не удалось мне нормально от башни постоять. Не встретил я его нормально в рандоме, чтобы посмотреть, насколько там он танкует или нет. Но я не думаю, что это прям танчик про супертанкование. Но башня 230 миллиметров показана. И, в принципе, от нее можно играть. Углы склонений у нас минус 9. От башни можно спокойно играть, нагибать с дикими углами. Не знаю, там как с маской дела. Вот, пока что это такие более-менее первые впечатления. Надо еще поиграть, да. Ну, просто не представилось возможности. Собственно, по тремя артами нормально не потанкуешь. Другая тактика немного используется. Но вот из того, что я поиграл, в принципе, было довольно интересно. В общем, хватит с ангарной частью. Давай переходить к бою. Собственно, смотрим сам бой. Сразу можете оценивать динамику. Да, как быстро танчик поворачивает. Вот так вот отдалю немножко, чтобы видели. Прям вертится вот так шустро. Чувствуется примерно как паттон. Максималочку, как видите, ну, максималка здесь 60 километров. То есть набирает. Но такое ощущение, что запаса мощности хватает прям, ну, с головой. Да, и вот она, максималка. Спокойно гонит ее. Давай уже покажу, собственно, непосредственно. Видите, время сведения достаточно большое. Скорость полета подкалиберов, давай покажу. 1219 метров в секунду. Что, в принципе, неплохо, но могло бы быть и лучше. Да, там, у того же Реницеронта, там, 1400 и у всяких Леопардов и прочих тоже 1400. Здесь 1200, это нормальная скорость полета, но не прям какая-то имбовая. Пушка ощущается, что у нее альфа все-таки 400, а не какие-то 390. Да, чувствуется, что это не какая-то, ну, такая большая пушка тяжелого танка. Ну, посмотрите, как достаточно шустро бегает. Шустро ворочается на всяких этих склонах. То есть на нем играть достаточно, ну, интересно. Вот реально, я почувствовал, что, в принципе, если там к нему приноровиться, как сказать, если к нему приноровиться, он такой танчик, наверное, который не особо будет надоедать. Есть вот, знаете, какие-то медленные, неповоротливые танки, которые, на которых не очень приятно играть. А вот этот вот Karo-45T, это что-то похожее, знаете, на Леопарда в плане юркости, да? То есть ты можешь, бац, выехал, дал сюда, выехал, дал сюда. То есть пространство для, собственно, демонстрации скилла достаточно огромное. То есть что надо скилловику там? Либо что-то бронированное, либо что-то быстрое с нормальной пушкой. Сори, камера выключилась, но я уже не буду перезаписывать, если что, царяночь. То есть скилловику надо либо что-то быстрое, либо что-то с броней. Так вот у этого, в принципе, есть и броня в башне, и он быстрый. Знаете, еще похож на СТБ, только еще более юркий. Я даже не знаю, как описать эмоции от игры на этом танке. С упреждением, конечно, очень весело. Не знаю, как описать эмоции на этом танке по первым трем боям, но мне понравилось. Вот ЕБР видно было, что хочет отъехать назад, пострелять по мне. И, судя по всему, я ему даю блайнд сейчас. Потому что вроде прям в нужный тайминг стрельнул. Пока стою, ничего делать не могу. Три арты, сами понимаете, в бою. Мои союзники тут что-то начинают пушить, и я хочу здесь попытаться от Шкоды прикрыть. Здесь не получается ее выцелить. И оп, не даем, к сожалению, летит выше, чем нужно. И он отъезжает. То есть в плане стрельбы на какие-то дистанции не очень хорошо. То есть приходится долго досводиться. Точность тоже не какая-то там 0.27, 0.28, 0.33 все-таки. Это с боновым вентилем и с инструкцией на вентиль. В принципе, поставить модуль на точность будет еще лучше. Но как-то так. В общем, пока вы наблюдаете данный бой, давай я порассуждаю про танки за ГК. Какие стоят брать или какие не стоят. По сути, сейчас выбор состоит, наверное, из трех танков. Это ВК-7201, Объект 907. И, собственно, вот этот Карл. Карл-45Т. Там еще есть 121Б, еще есть... А, ну еще Т-95Е6, да, он тоже не продается. То есть М60 и 121Б можно покупать там в боновом магазине в любое время. То есть их смысла даже рассматривать нет. Есть еще Т-95Е6, довольно интересная машина. Я недавно на ней брал три отметки. Но вот если бы у меня не было сейчас Т-95Е6, я бы, наверное, все равно вот этот взял. Вот этот танчик лично мне кажется наиболее интересным. Т-95Е6 это такая машина, которая, ну, с тебя должно пять потов сойти. У него бешеный потенциал за счет, прям, лютейшего ДПМа. Но с тебя должно пять потов сойти, чтобы ты что-то на нем выдал нормальное. Этот танчик более веселый, более простой, более понятный, ну, более понятные его преимущества, его недостатки там какие-то. Более понятно, как их реализовывать. Бац, красиво, голова отлетает. Короче, в целом, вот этот танчик сильно интереснее. И, ну, собственно, что там еще? ВК-7201, отличный тяжик. Если у вас есть панзеркомфаген, вы понимаете, как ВК будет танковать. Но при этом у него еще пушечка с пробитием 350 кумулятивным. То есть такая гроза тяжей. Сам вытанковывает много. Отвечает ударами тоже довольно, ну, довольно больно в упор. Статисты на нем показывают очень хорошие результаты на этом ВК-7201. Но этот танк чисто вот для рандома, для любителей тяжей. То есть те люди, которые любят тяжиков, они и так этот ВК-7201 либо уже взяли, либо возьмут. Наверное, главный, главный выбор сейчас, здесь я кривовато стрельнул, главный выбор сейчас, с чем мне надо помочь некоторым ребятам, это, наверное, больше взять 907-й или взять вот этот. Тут смотрите, какая история. То есть если вам нужен танк только для рандома, то я бы брал вот этот танк. Потому что он более уникальный, более интересный. Такой, ну, аналогов особо нет. 907-й, он хоть и самый лучший советский танк, вот такой с Альфой-320, но есть Объект 140, который дает, ну, практически тот же самый экспириенс. Да, немножко другой, да, 907-й там по-другому танкует, более имбовая броня какая-то непонятная для противника. Но, тем не менее, все-таки, ну, это стандартный вот геймплей советской СТ-шки с Альфой-320. Старый, добрый, геймплей 140, 60, двойки. И 907-й нужно выбирать, скорее, только если вам, если вам нужно играть на какие-то глобальные карты, какие-то там турниры, возможно. То есть 907-й очень жесткая машина для разных командных движух. Реально, турниры вот даже 3 на 3, 907-е заходят, просто разрывают. 15 на 15 формат, везде используется 907-е, это техника, которая нужна, да, ее, наверное, нужно иметь в ангаре. Но если вы, в принципе, не увлечены всем этим, то можете сначала взять вот этот Кару-45Т. То есть танчик точно неплохой, да, то есть все спрашивали, а, говно какое-то, наверное. Нет, вообще точно не говно. Он хороший, он интересный. Насколько хороший, покажет время, покажет практика, но он точно хороший. Он точно хороший, я вот даже с первого, играя первый бой на нем понял, смотрю, вроде, ну, типа Альфа-400 с барабаном 1600, но тем не менее, ну, барабан заряжается довольно быстро. То есть мы-то привыкли к вообще какой-то, ну, к какому-то очень слабому показателю в плане, очень слабому показателю в плане, какого, ДПМ, да, на итальянцах. Здесь не так, здесь чуть-чуть повыше. Комфортное достаточно орудие, очень комфортная динамика, вот маневренность именно. Не знаю, я кайфанул лично, я кайфанул от вот этих трех боев. Еще обязательно буду на нем играть больше, брать три отметки и так далее. То есть те, у кого сейчас не стоит выбора, или которые берут не этот танк, еще смогут на моих стримах на него насмотреться вдоволь и решить, там, может быть, для... Ну, стоит ли потеть в следующей глобальной карте ради него. Вот. Ну, а это такое первое-первыхое впечатление. Здесь же добиваем арту, то есть это не какой-то там суперрекордный бой, это, говорю, вот, просто три боя сыграл, там, под шесть утра, чтобы чисто для вас хоть что-то записать, да, чтобы у вас хоть какое-то представление было для выбора. Потому что танчик уже доступен для выбора. К сожалению, стрим я на нем сегодня провести не смогу, потому что у меня уже сегодня запланирован аккаунт на 90% побед. Вот. Но обязательно сделаю на нем стрим позже, наверное, уже после битвы блогер, потому что, ну, а когда еще делать? А, хотя нет, хотя я сделаю, наверное, на нем стрим... Я все это время вообще без вебки был, да? Класс. Я хотел выключить и включить, ой-ой-ой. Наверное, сделаю на нем стрим перед стартом битвы блогеров, там, может быть, получается, 29-го числа, там, в 9 утра. Например, может, на нем покатаюсь утром пару часиков. Вот. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, блин, у меня уже крыша едет. О, сейчас бы поспать часа 4. Ладно, увидимся. Всего доброго, спасибо, кто смотрел. Пока-пока. Подписывайся на канал, посмотри вот этот видос, или, может быть, вот этот. А вот глянь, что сделал Нирчик. Нирчик тоже снимает крутые видосы. Ну и вступай в команду за гранью в битве блогеров 2021. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok